здравствуйте я из москвы вы откуда я украина северодонецк но это уже не украина мы захватили а вы там там сидите нет уехал не я имел ввиду часто вы где а то есть северодонецк мы освободили а вы видите ушли это как мне они хорошо короче такая жуть короче ну реально когда я был на франковс уехал а знаете почему я уехал почему это мой северодонецк вашим оружием это все северодонецк но и что то и что можно так это высовывал разрушил ты жил бы там так не вам бы квартиру додали в россии бы уехали почему кучу людей получили прошло полтора года прошло когда я взял собственно отлично строить северодонецк полтора года прошло там боевые действия 5 километров от города ли вы мне будете сейчас рассказывать о северодонецке были боевые действия ну там лисичанск северодонецк это рядом и ну а там до боевых действий там соседний город уже боевые действия ну вот по после лисичанской там рядом что там следующий вот следующий город уже там линия фронт ну и классно что там линия фронта как там что-то строить когда там нет нет смысл смысл там что как вам сказать вот вообще это нормально города разрушать сегодня чем это надо у вас у спросить нормально города разрушателем ну как нет вообще хорошо давайте так по профессии например по профессии какой ну вообще у меня много профессия много чем занимался сейчас я дизайнер дизайн а информацию об этом берете вошел информацию о чем могут оси рода не спидом а вот только точном оружии вот дальше у нас все из общих источников токачева мне можно мариуполь посмотреть тогда если уж вы хотите что-то можно можно ну-ка и разрушал то кто разрушал так ну а теперь теперь такой вопрос вы знаете шибу три месяца подокупаться теперь знаю так и что как освободили сервис тогда его бомбили освобождение особо кто освобождал то освобождал но вышки потом захватили его до луанской республика потом 14 году мы ас мы захватили стрелков это кто которую знал до последнего на путина и в итоге ему тоже поставил в этом вас не шоу вас бородай пришел из бородай житель нашу другу поражение с москвы стал начальником днр уроженец или гражданин не москвы москвы жива радость в каком году в семнадцатом он пришел или восемнадцатом четырнадцать давайте я проверю бородай вот донецк борода верите до три недели назад донецк а сегодня донецк не хотите посмотреть посмотрите посмотрите сколько сегодня украинская армия в донецк по людей на на рынке что такое что случилось это у меня четверо детей уехали уехали жить негде жрать нечего не уезжали бы если бы вы вернулись в россию у вас было бы жрача на украине жрать нечего конечно но он был помощником этого захарченко помощник захарченко он был еще и когда там лось у меня собаку надо было привязать я сразу там слотом какой-то слон бег а как вы думаете если бы россия да не напала бы например но ни на кого не нападала россия еще ни разу вы макаревича макаревича и на агент который знаю так и чё сейчас и чё с макаревичем то первым напал тот виноват кто первый напал тот виноват ну допустим кто первый напал что мы смотрим ну что у вас сейчас происходит у нас где славянская прилетел ну и чё вы вы совершаете террористические акты и чё я не понимаю вы хвастаете или что вы дроны кидаете куда-то в гражданской или куда вы там кидать мои 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 кто ваша банка сейчас эти все лишь покажу ваши дети на заводе работают на каком-то на это нет еще раз объясняет по северу в северодонецке в ссу либо прятались в домах либо бомбили сами по этому городу это же стандартная стандартная же практика ну давайте вам приведу пару примеров кроматорск точку в ссу стрельну в ссу константиновки туда прилетела американская ракета он такой сказал сказал что он сказал то сказал прилетела в ссу там что такое ну в кроматорск прилетела точку ее показали вот мой город ничего вот мой город ну и дальше что это ваш город его всех домах вот это во всех домах жили снайперы я вот эти дома вообще не вижу что где-то было разрушение я вижу посередине вырота вырота ну а дома то где где разрушенный дом я ниже вот вот я показываю сверкой дом одежды дом одежда это не жилой дом правильно не жилой дом мой дом одежды вот за сфериком твой дом жилой дом вот находится живой дом в нем значит сидели или вы супер нему стреляли либо в ссу по нему постреляла там жил мой друг значит она высу постреляла вот следующий следующий дом городу а вы знаете сколько в ссу разбомбили посмотрите интервью людей когда они рассказывают как высушники поджигали дома загнав туда сначала жителей подвал весь youtube в этом алёк не вы мне покажите он покажу что такое что-то не вбейте в бейте смотрите есть такой чувак патрик ланкастр есть патрик ланкастр вот запишите себе куда-нибудь патрик ланкастр вот он в мариуполе с мариупольцами беседовал с местными жителями вот посмотрите это интервью чтобы вот мне вы не поверите может быть вы мариупольцам, поверите, которые там были и пережили все это и видели? Хорошо. Хорошо. Смотрите, такой вопрос. Мариупольцам, если я поверю, да? А вы не видели видео, где мариупольцы не пускают после них квартиры? А строят потом? И забрал у них квартиры. Забрали у них квартиры? Все могут. Мало кто может это делать. Кто у них забрал квартиры? Вы говорите, включили. Ну, наверное, баня. Лично приехал и сказал, все, я вас сюда не буду. Кто у них забрал квартиры? Там понастроили кучу кварталов сейчас? Россия. Россия отобрала. Зачем построила? Россия забрала. Ну, как забрала? Да, люди стоят, думал, что дома они могут. То есть у них дом целый, а их не пускают в дом? Да. Покажите. У вас же там куча видео, покажите. Сейчас мы за мной не будем сказать. А, я думаю, у вас там такая подготовка, вы не подготовились. Нет, нет, нет. Нет, там такое, короче, надо. Ладно. Смысл в том, что как вы относитесь, что я с вами говорю, вот мой город, вот мои друзья, там сидели вот в подвале, да, до последнего. Пацан, он был в этом, блин, в Крыму, на сайте Миротворец. Заходите, можете себе написать. Призов Борис Викторович, улица Первомайская. Его высушники убили, правильно? Нет. А кто? Кто? Он остался там. Он остался там, но высушники его убили, правильно? Высушники же потом? Ну, высушники же потом обстреливали. Он остался там и грабит квартиры. Грабил? Вместе с вашим. Вместе с вашим. Так, умер от чего? Он не умер. А он там грабит квартиру? Он там был, но наш дом бомбили. И у меня в подвале сидели люди. Вы сказали, что там погиб друг. Это я другие дома, подожди. А, другие. Еще один друг. Да, я жил в доме с друзьями. Так, и сколько тот награбил себя? До хрена и больше. А, застиральные машинки ваши повозили. Куда? Ну, суть в том, давайте посмотрим сейчас. Вы захватили Херсон в 22-м году, да? Ага. Освободили. Освободили. Ну, это для вас освободили, если у нас заходили. Да. Так. Как сборные силы Украины взяли Херсон обратно? Ну, им отдали. Ага. Россия. Ну, Россия, да, вышла, отдала. Нам делать нефиг, короче. Не, нам не делать нефиг, наоборот. Наоборот, мы спасали. Взяли там людей, положили. Взяли людей, положили. Где, бои за Херсон были, что ли? Не было боев за Херсон, алё? Вот. Вот. Вам альтернатива. Я сказал, в 14-м году Северо-Данецкое освободили, не разбомбили его. Ну. И в 22-м когда? В 23-м Херсон. Ну, потому что не разбомбили, почему? Не разбомбили. Ну, почему не разбомбили, вы понимаете? А знаете почему, я вам объясню. О, ну-ка, откройте мне сюжет. Ну, уже с вами 30 лет живем в разных странах. Ага. Да. Если для вас, человек это Решурский, то для нас, человек это ограждение Украины. Ага. Самый смешной анекдот за сегодня. Самый смешной анекдот за сегодня. Не разбомбили Северо-Данецкое, когда вы его забирали, потому что в нём никто не сидел. Поэтому его не разбомбили, потому что в нём никто не оборонялся в городе. Ага. А сколько там мы, короче, ваших стабов накрыли, это во-первых. А во-вторых, сколько мы в стаду боеприпасов там уничтожили. В-третьих, какие мы мосты начали разбивать? Ага. Чтобы показать, ребята, уходите лучше, уходите. Куда? Если останетесь, вам будет попа полная. Как Путин сказал, опа, резиновая попа. Куда уходить? Не знали это? Откуда уходить? Не знали это? Из Херсона. А, из Херсона вы начали стрелять по Каховской дамбе. Наши просчитали, что будет, если её развалите. Увидели, что это грозит уничтожением группировки нашей в 40 тысяч. И ещё херсонцев, там людей, которые жили в области. И всё, которые сотрудничали с Россией. Они увидели, что... И решили спасти. Почти 300 человек спасли. 300 тысяч человек спасли. Так что мы молодцы и всё правильно сделали. Да, классно. А остров Змениный как вы отдали? Остров Змениный вообще нахрен никому не нужен. Добрая воля же, да? А вы знаете, что... Нет, он просто нахрен никому не нужен. Там делать нечем. Нет. Тот, кто владеет островом Змениным... Там никого сейчас нет. Я лечу то владеет островом Змениным. Там накрытие больше, чем вашего флагмана на крейсер Москва. Кто сейчас на острове Змениным? Вы стали его отдали. Так вы его сейчас выжила отдали. Вы нам не бомбите. Вы море не контролируете в данный момент. У нас не было флота. У нас не было флота. Ваш флот ушёл. С чёрного моря. И ваш флот? Ваш флот вообще непонятно где? Под водой. У вас не было его. У вас его не было вообще. У вас был флот? Ну, он потом кончился. Ну, а вы ж гордились своими кораблями. У нас есть кораблями. А что с ними надо делать-то с кораблями? С них калибра летает. Что нам надо ещё делать с ними? Куда? Мне на голову? Нет, военный объект. В склады, как раз вы говорите. В склады, в СБК, по казармам. Вот у вас, там, неделю назад минус французов, там, штук 60, по-моему, долбануло. А, то, скажем так, вот это как раз война. Это солдаты. Так. Это война. Ну, вы спрашиваете, куда летают? Вот летают по солдатам. Вот. А мне тоже на голову улетало. Ну, мы по солдатам, а вы сегодня в Донецке 25 мирных. Вы чувствуете разницу, кто куда стреляет? А вы вообще знаете, какие атаки идут беспилотниками? На нашу Харьков. Самый большой русскоязычный город. Беспилотники на Харьков? Да, ваши идут. Беспилотники на Харьков. Ваши Шахиды, Днепр, Харьков, Запорожье. Вы сегодня посмотрите, сколько ваших обстрелов. На завод, либо в казан. У меня по три раза на день звучит воздушная тревога. Потому что ваши миги взлетают и ваши вот эти, блин, один минус один. Потому что это война. Вот. Военные объекты надо поражать. Вот, Северодонецк, военный объект. Обалденно военный объект. Нет, город не может быть военным объектом. Вы к городе могут быть. Я теперь вам расскажу, что такое Северодонецк. Вы знаете, в Москве у вас был в школу? Когда-то был. А знаете, откуда он? Откуда он? С Северодонецка. С Северодонецка. Все, круг замкнулся. Получается, что? Дальше даем, дальше даем тему. Туда на черкизовский Вашулинок до хрена сверодончан поприезжал. И туда сверодончане, когда приезжали, им помогали. Мы, наши сверодончане, помогали. Данимали денег, устраивали душевую. Так. И это что значит? Это значит, потом вам Северодонецк показался военным объектом. Нет. Мы Северодонецк наоборот освободили. Освободили его. Мы освободили его от ВСУ. Там было ВСУ. Мы пришли, освободили его. Теперь там ВСУ нет. Сейчас покажу видео. Северодонецк, шесть лет назад. Давайте. Шесть лет назад. Что это покажет? Я тут не очень понимаю. Опрос жителей Северодонецка, я вам покажу. Шесть лет назад при Бандерасах. Видите, да? Да. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Ничего она не сказала. Тут надо со звуком смотреть-то. Тут интонация непонятна. Хлебом 40. Радоваться будут, видишь? Ну, человек радоваться будет, если Россия придет. Вот. Человек был бы рад, если бы Россия зашла в Севердонетск. Конечно. На фоне вот этого дома, да, человек рассказывает. При бандеровцах, 6 лет назад, при гребанных бандеровцах, которые, сука, зажимаются с украинским умом. Идет вопрос на телевидении. Говорит на русском. Говорит то, что думает. Да. Вы поймите, что это было не то, что это было прям повально. У вас же все-таки полузаконное государство. Вы в курсе, что у вас в Конституции прописано, что русский язык охраняется? Ну, и... Ну, это говорит о том, что у вас есть моменты, у вас есть моменты. А вот у вас есть видео там, найдите, как во Львове, во Львове, двум женщинам, вот как раз-таки, возможно, из Севера Донецка, гуманитарку не давали, потому что они на русском языке разговаривали. Хорошо. А вы не слышали такую Ирину Фарион? Опять, хорошо. С Львова. Слышали про Фарион, да? Которая сдала пацана, который там за Украину что-то был в Крыму. Слышали? Да, не за Украину. Еще она плюс ко всему. Я делала интервью, я не с Соколовой. Сказала, что солдаты украинские, которые говорят на русском языке, это не до людей. Да. Твои ее уколили. Да. Потому что вовцы на нее, ну, уже наехали. Круто. Но вы мне хотите сказать, что русский язык не протесняется? Русский язык не протесняется? Я воевал. Вы хотите сказать, что... А где вы воевали? Ну, какая разница, где? Не, ну, давайте как солдат-солдатом, потому что я тоже воевал. Мне вашей оккупации в 2014 году вот так хватило. Я не знаю, где у меня дочка, я не знаю. У меня мама умерла после вашей оккупации. Оккупации. Да не было оккупации у нас, там местные люди были. Я воевал. Там местные были, местные. После этого за Украину. Я воевал после этого за Украину. Ну, соболезную. И я принципиально разговаривал, я принципиально разговаривал на русском языке. Ну, вы хотите мне доказать, что русский язык не протесняется? Ко мне приезжали генералы. Из уважения ко мне, украинские генералы переходили на русский язык. Один кодекс был, он просто месяца не знал. Как переводится. Я со мной разговариваю на русском языке. Причем у меня была такая должность, что мне майоры носили пожрать. Ну, вы хотите сказать, что русские не протесняются? Еще раз говорю. Тогда почему в Одессе таксиста уволят? Почему таксиста? Ну, а расскажите тогда людям. Хорошо. Расскажите людям в Мариуполе. Расскажите людям в Мариуполе за библиотеку. Вот этим людям, которые в библиотеке побывали, расскажите им по поводу, что у них не было бандеровцев. Не хотите им рассказать, нет? Нет. Теперь еще раз я вам расскажу. А может, это будет защищать закон? У нас, вон, жена говорит, русский язык защищается законом. Мы сейчас его на франковском, у меня жена русскоязычная. Она идет в магазин, говорит на русском и покупает шоку. Тогда вопрос. Скажите мне, почему в Одессе уволили таксиста за русский язык? Значит, таксист что-то не то наболтал. Не, он просто сказал, что он на русском языке разговаривает и имеет право на нем разговаривать. Просто скажите, как в русскоязычной Одессе уволили таксиста за русский язык? Посмотрите, у вас же есть еще, у вас же есть интернет. Ну, забейте, забивайте, у вас же есть интернет. Заходите. В Одессе. Он начал болтать. Нет, он просто хотел сказать, что я имею право разговаривать на русском языке. До него баба докопалась, что он обязан разговаривать на украинском с ней, потому что он работает там где-то. А его потом уволили из-за этого скандала, за то, что он разговаривал на русском языке. За него даже и этот впрягался Арестович. А парня, который пел Цоя. Вопрос такой. Приезжает к вам чеченец, да? Ну, чеченцы боитесь, в принципе. Чеченцев вы, это вы боитесь чеченцев. Мы с ними в одной стране живем. За нас два балка вы чеченцев, чтобы узнать. Что? За нас два балка чеченцев воюют, чтобы узнать. Да это и ищкирицы, это не чеченцы. Как это? Вот это. А ваши чеченцы классные люди, которые собираются... Ну, если это чеченцы, пусть они в Чечню приедут тогда, если это чеченцы. Пусть они в Чечню приедут. Нет, там хорошо, у вас сейчас наводнел Путин оружие в Чечню, да? Чеченцы в Чечню не хотят ехать, я понял. Приезжает Башкир, например, в Москву. Да. И говорит на своем башкирском, ведет документацию на своем башкирском. Не может он везти на башкирском. Почему? Ну, потому что никто не знает башкирский, окроме него. Ага. Ну. Хорошо. Якут приезжает на своем языке, не ведется документация? У вас один государственный язык. Нет, у нас в Крыму три. У нас в Крыму три государственных языка. Да. У вас 80% на русском разговаривают. Какой у вас государственный язык один? Я вам еще раз говорю. Я говорил в армии на русском языке. Ничего. У нас в армии говорить на русском языке. Так уволили это парня за что? Я вам еще раз говорю. А в Ивано-Франковске, кстати, в Ивано-Франковске чувак пел песни на русском языке. Да. К нему подошел другой. К нему подошел как раз-таки вот этот ваш любимый бандеровец, которых нету. Набил ему лицо. Лицо ему набил. Очень так уволили. Набил ему лицо. Таксист. Давайте читаем. 20 марта «Фокус» писал, что во время поездки в Одесском России разгорелся спор между пассажирской и водителем. После того, как его попросили выключить песню российского исполнителя в ходе дискуссии, таксист заявил, что США всегда начинают войны, а сейчас Россия освобождает Украину от Америки. Он забыл, что с удовольствием переехал бы в РФ. Чемодан в вокзале «Россия». Это коллаборант. Это коллаборант. А чемодан-вокзал Европы не хотите тогда? Вы же в Европу все хотите, затащите его в Украину, но не спросили людей. Почему в Европу тогда не отсылаете людей с чемоданами? Меня спросили. Меня спросили. Я хочу в Европу. Нет, весь народ надо спросить. Весь народ надо спросить. Вы спросили весь народ? Но почему вот он хочет в Россию и чемодан-вокзал России? Для того, чтобы окончательно вступить в ЮС, будет проведен республиканский референдум. Вы сначала проведите, может вы... Зачем вы туда идете, если никто не хочет? Может вы проведете сначала, уже есть? Мы сейчас сделаем договора, чтобы не терять бабки на этом. А потом мы проводим референдум, и народ высказывает свое мнение. Вы Януковича сняли, потому что он в Евросоюз куда-то там не захотел подписать документы. Хотя никто не знает, хотели вы или нет. А вы уже президента сняли за это. Не понял. Это как-то? Сейчас, не помню. Сейчас я вам объясню как. Ну да, Башкортостан, протесты, да, короче? У нас, кстати, в Башкортостане, знаете, что ли? Да, там уже посадили все. Да. Там, знаете, откуда след, знаете, там? 10-15-сторик. Пятачок, откуда там растет, знаете? Ну вот, от Салавата Юлаева. Нет, там пятачки очень много. От Салавата Юлаева. Нет, там много пятачков. От Салавата Юлаева. От Салавата Юлаева. Там все, кто говорят и призывают, все либо за границей, либо на Украине живут. Все вот эти вот призывальщики. Теперь, смотрим, да? Вот ваш этот Чуркин выступает. А пойду не так. Нет, сейчас. Ваш Чуркин выступает. Вы... Ну так, да, давайте я сейчас учу. Да. Вот. Ну, я... Смотрите, если я думаю, вы видите, вон Россия показала документ, где Нукович просит ввести войска в Украину. Вот ваш Чуркин. Так. Представитель Львова. Так. Показывает документ. И... Да. Да. Теперь... Меня смущает телеканал Дождь, но ладно. Ага. Теперь у нас есть. Так. Статья Конституции, 111. Президент Украины не может быть смещен с поста Верховной Рады Рады Украины в порядке... А, нет. Президент Украины может быть смещен с поста Верховной Рады Украины в порядке импичмента и в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Здорово. Ниже читайте. Сколько должно проголосовать? Не уходите со 111 статьи. Я не ухожу. Я не ухожу с этого. Сколько? Проголосовало. Проголосовало 308 человек или даже чуть больше. Нет. Там написано, чтобы сместить... Чтобы объявить импичмент и сместить Януковича, сколько должно проголосовать депутатов? Прочитайте. У нас Конституционное большинство. В 226 депутатов. Янукович, смотрите. Конституционно... Сколько должна проголосовать? Три четверти Конституционного состава Верховной Рады. Правильно там написано? Янукович, Янукович пришел. просил ввести войска это уже измена государству почему . до пришел когда янукович пришел в победил на выборах президента он себе сделал правительство его был у него была самая большая коалиция почему его никто не отстоял потому что вы им всех подкупили же посмотрите посмотрите этот как его интервью а за арбузова арбузов интервью посмотрите интервью арбузова как вы меня посмотрите статья 111 там чтобы отстранить януковича от власти нужно три четверти конституционного состава на верховной рады прочитать 111 статью до конца или другие или другие не чтобы чтобы отстранить януковича как вы говорите за и вот какие-то его провинности надо три четверти от состава от конституционного состава верховной радость там дам в к в конце самом написано что можно две половину это чтобы приостановить а вот чтобы его снять с поста надо три четверти конституционного состава верховная рада вот я вам выделил вопрос о смещении президента украины с поста порядке импичмента инициируется большинством от конституционного состава духовной рады украины три четверти три четверти должно быть вы читаете ниже вы читаете как это называется предисловие или как там надо ниже посмотреть сколько именно три четверти его его могут отстранить а потом его еще ему еще можно снять там вот отстранить и снять чтобы его снять именно три четверти три четверти от конституционного да да выводим на экран три четверти при наличии основания верховная рада украины не менее чем двумя видями от ее конституционного состава принимает решение об обвинении президента украины теперь ниже еще что это обвинение а еще ниже читайте чтобы снять с поста сколько надо ниже еще читать хорошо вопрос такой а почему ваши не пришли читайте три четверти находите вот момент было заседание духовной рады правильно читайте про три четверти какая-то ну зачем вы спорите с конституции написано три четверти удосту 허팝 состава от конституционного состава верховной рады конституционный состав рады теперь забивать сколько человек 450 450 давайте умножать делить 337 а сколько проголосовало 328 то есть даже это решение оно не правомерно потому что не хватило 9 человек для этого решения так что вы нарушили конституцию даже по вашим правилам я уж не говорю вообще о том что это вообще незаконно было то есть чтоб снять януковича было по импичменту нужно было триста тридцать семь голосов а было триста двадцать восемь и 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 википедию зайдите 328 человек проголосовал а такая вам не шло ради утверждает что подал остаток он самоостранился призвал 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 и на странах государства в том на территории украины он автоматически самоустраняется нарушение украины смотрите у вас с россией был договор о дружбе сотрудничестве в курсе нет у нас вообще-то был и этот будапештский договор ну ну мы отдали атомного оружия вам а вы обещали нам гарантии безопасности нет такого прочитайте мне будапештский марану где написано что мы гарантируем безопасность украины США и россия ну прочитайте мне этот прочитайте мне этот пункт ой блин ну прочитайте мне этот пункт и вы тугие вы самые умные считаетесь вот но только вы не знаете сколько реально человек проголосовал 328 проголосовал почему почему остальные не пришли неважно кто сколько вы не вы не вы не набрали вы не набрали три четверти конституционного состава почему остальные не пришли его правительство его депутаты почему они не пришли посмотрите интервью арбузова он там объясняет что ходили всех и заставляли голосовать угрожали заставляли голосовать и то при всех угрозах и заставлениях 328 проголосовал а не 337 при всех вот этих заставляниях при всем вот этом на нарушении у вас должен был вообще вместо янукова януковича стать премьер-министр у вас была президент парламентская конституция арбузов арбузов у вас был тогда азаров ушел за месяц до этого азаров до этого ушел был арбузов да он должен был быть вместо януковича по вашей конституции ну это да ну это да он находился в момент побега януковича это первое он в Киеве был алло он принимал как раз таки там он был в этот момент в радио алло когда вы поставили этого губастого вашего и второе как вы считаете это нормально бить людей на мирном митинге митинг не согласованы не является законным нет да у нас и майдан он не согласованный потому что у нас народ правит у нас народ правит 30 лет мы уже не в советском союзе да а как это выявляется из-за того что из-за того что побили людей там стариков там и все остальное да у вас правовое же государство да какая разница нет государство правовое или нет студенты ну государство правовое если вы считаете что кто-то побил студентов незаконно для этого есть суды а майдан это незаконное действие понимаете незаконное революция не является законным действием в курсе или нет вообще что революция это незаконно это не прописано нигде Да чего вы мне этот Евромайдан-то показываете? И что? Ну и что? То есть для вас это нормально, когда бьют людей, да? Нет, когда люди нарушают закон и не слушаются полицию Нет, для вас это нормально, когда бьют людей Это во всем мире нормально, что если люди нарушают закон То они и не слушаются полицию То да, к ним применяют физическую силу У полиции есть на это право, понимаете? Это их, применять силу Это их закон, такое законное право А если бы они не имели этого права Представляете, что было бы в стране? Каждый бы хотел, что хотел делал А полиция просто стояла и уговаривала бы его А он бы взял бы, при них при полиции воровал Там, не знаю, убивал, еще что-то делал А они бы его уговаривали и стояли Вот народ, вот народ Вот народ, как его выбрал, так его и задвинул Так не народ его задвинул, не народ его задвинул У нас 1991 года Сколько променялось президентов? У вас народ выбрал Януковича А сняли 328 человек, незаконно? Законно, потому что это было большинство Но тут нет 328? Нет У вас там в Конституции четко прописано Конституционный состав Верховной Рады Я ищу его, смотрите дальше Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok